сегодня будет небольшое видео по просьбе моих друзей о том как я проводил модификацию универсального зарядного устройства само зарядное устройство как бы она никакая не новинка тоже давно на рынке продается аймакс b8 plus называется уметь много чего заряжать много чего делать сразу хочу сказать это не профессиональное устройство у него есть очень много косяков много недоработок тем не менее по своей ценовой категории на тот момент когда она покупалась она имеет право на жизнь и но прекрасно выполняет те задачи того уровня которые на него возложены и так что было сделано прекрасный момент он начал заряжать большое количество аккумуляторов диагностика была это тестирование это попытка восстановления вот естественно для этого используется на этом устройстве usb порт для подключения к компьютеру для запуска программного обеспечения от лагирования файлов последующего анализа вот и разбор полетов там годен аккумулятор негоден состоянии вообще что с ним делать где он был и куда ему дальше двигаться вот в один прекрасный момент также стала проблема что нужно было оборудовать аккумуляторную комнату вот не установить это устройство естественно стал вопрос протяжки кабеля usb кабеля вот расстояние условно небольшие там плюс минус 10 метров вот но стал вопрос как это сделать ответ нашелся быстро был установлен в это устройство bluetooth модуль моделька hc05 выведена антенна кстати от антенны можно плясать также по расстоянию маленькая антенка небольшое покрытие побольше антенка большое покрытие выведены два индикатора световых статуса работы устройства вот в принципе все все остальное собрано в середине я сейчас разберу попытаюсь показать так кратненько чтобы можно было понять как эту модификацию повторить и так продолжаем разобрал я корпус принципе он откручивается очень просто болты с одной стороны болты с другой стороны и так открываем по и смотрим что здесь за модификации были сделаны так аккуратненько чтобы ничего не поломать отсоединяем кабелечек питания вентилятора да кстати вентилятор я перевернул на другую сторону это улучшило характеристики обдува уменьшило шум так у меня выглядит он раньше стоял внутри сейчас он стоит с и наружи защитной решеточкой также по обдуву что было сделано вот здесь вот в этом радиаторе были сделаны отверстия от видите они просвечиваются там вроде бы видно немножечко ряд отверстий здесь хорошо видно который воздух продувать воздухом улучшают охлаждение вот это вот радиатор или окна охлаждения для продува я заклеил они абсолютно не дают никакой полезности устройство перегревается так дальше что было еще сделано здесь пыли много значит под транзисторы была поставлена другая изоляционная изоляционная прокладка более качественная все это позволило использовать устройство в постоянном цикле в постоянном режиме работы попробуем сейчас увеличить позволит это не позволит вот так вот да сам модуль bluetooth модуль hc05 я спрятал вот такое вот металлические экранированное устройство и сделал его с вот так разъемом там для диагностики для каких-то модификаций последующих дальнейшая штатная антенна модуля была отключена и впаян проводочек с разъемом для подключения к внешней антенны так мы ракурс поменяем сделан вывод на внешнюю антенну сюда можно подключить я уже говорил какую-то обычную там двух дебет децибельную антенну либо там направленную там панельную что-то там для дальних расстояний была выведена индикация состояния то есть ничего абсолютно фантастического подпаяны только ограничивающие резисторы вот и один наверное из важных моментов это подключение к самой шине данных я постараюсь вам показать значит я не помню rxtx как подключался есть маркировка микросхемы в интернете это можно все посмотреть вот по дата шиту определить пины то есть контакты какой куда за что отвечает я подключался к буферу сейчас мы как-то это уберем тут еще есть микросхема буфер она рядышком стоит и вот на ее ножке то я и подключился друзья я честно говоря не делал записи я не помню где rxtx но я думаю при желании при скачивании дата шитов это все быстро найдете давайте вот так вот попробую поближе вам показать так не фокусируется сейчас сделаю фокус по-другому секунду так я изменил режимы фокусировки значит друзья к сожалению я не записывал и не делал я не знал что получит такой интерес я вам показываю крупным планом куда я подключался один из них rx другой из них tx вот этот диодик который видите подключен красным проводом это питание питание микросхемы потому что питание микросхемы берется при работе от usb порта если usb порт не подключен питание микросхемы не осуществляется поэтому пришло взять питание микросхемы и зашунтировать его диодиком чтоб не шла обраточка значит питание самому bluetooth модуля вот стабилизатор используется и я взял питание где-то с одной из вот этих вот ножек видите он уходит куда-то я не хочу снимать вот где-то одна из этих трех ножек у меня питание я прошу прощения опять же давайте попробую снять чтобы было видно пол а вот она ведь ну наверное да вот так вот сделаем вот откуда я взял питание это питание преобразователя rs232 ttl в usb это питание радио модуля bluetooth и это же питание микросхемы буфера мы сейчас это все назад поставим ну вот снял теперь не поставлю а нет есть стал все на место ты что еще мы туда заинтересовать в принципе все просто как никогда еще раз крупным планом покажу к сожалению я не делал зарисовок я не делал никаких чертежей вот сейчас наверное откроем bluetooth модуль посмотрим как сделан он вот я открыл корпус bluetooth модуля абсолютно ничего сверхъестественного вот сам модулечек значит сделаны подпайка проводочков к самому модулю и они же подпаяны к разъемчику вот такому подпаяна масса вообще для экранировки все-таки радиопередающие устройства решил его экранировать сам модуль нежелательно прижимать к металлической поверхности так как это может создать паразитную емкость и непредсказуемые последствия до сбоя вине работоспособности поэтому я его обмотал изолентой создал такую и втулку из изолента которая в якобы вроде бы подвешивает его не дает полностью прижиматься прилегать к металлическому корпусу рабочей части вот такой-то у меня получился сейчас я размотаю изоленту я попробую показать место подключения в ч кабеля это достаточно очень тонкое место тонкая пайка необходимо очень качественно осторожно выполнить потому что от этого будет зависеть вообще работа радиоканала так размотал я одну часть радиомодуля можно видеть как я делал подключение под пайку к самому радиомодулю опять же никаких фантастических вещей то есть упрощено все было упрощено по минимуму посмотрим подключение коаксиального кабеля что здесь антенну я отключил встроенная антенна нам не нужна она малоэффективна это как вообще как самый простой вариант использования его естественно я подключил внешнюю схема я показывал что здесь необходимо сделать резистор который идет для для согласования встроенной антенны которая разведена вот пружинка спиралька видно на плате его нужно отключить чтобы эта антенна не работала его не выбрасывал я вот его оставил с краю он видите бачком подпаян покажет сфокусируется камера знаете вот так вот он бачком подпаян вот пальчиком здесь вот сам же кабелёчек но это очень сложно показать давайте попробуем я сейчас сфокусирую другой кадр сниму чтобы вы видели как он был подпаян то есть как он запаивался стоп езжешь сейчас давайте попробую я надеюсь вам будет видно как это сделано таким вот образом пайку необходимо осуществлять очень осторожно вы вмешивайтесь напрямую в радиотракт микросхемы здесь нет никаких фактических защит ничего такого нету что защитит поэтому опыт пайки должен быть у вас вы должны понимать как работать с вычищать паяльник должен быть регулируем жало должно быть предназначенным для такой работы вот температура должна быть правильно подобрана тогда все будет хорошо еще такой ракурс попробуем сделать как то так вот такие вот дела так значит радиомодуль hc 05 достаточно гибкое устройство позволяет очень гибко себя настроить практически под любые задачи имеют там по моему несколько два уровня программирования ну вот с ним надо будет разбираться кто не не работал придется потратить время разобраться как это программируется как правильно делаются установки как ставится шифрование если вам такое надо ты как бы под любые практически под любые задачи вы можете задействовать при подключении когда вы что будете подключать когда вы будете подключаться к шине данных не постесняйтесь проверить стеллографом уровне сигналов уровне фронтов на тот случай вдруг если вы где-то что-то коротнете или сопротивление будет слишком низким и будет делать завалы либо вообще задавит информационный сигнал то есть данные которые будут передаваться сделать это контроль я не буду наверное сейчас рассказывать о настройке радиомодуля hc 05 достаточно много есть свои нюансы тот кто будет заниматься этим наверно сам уже будет вникать во все эти подробности во все нюансы но тем не менее в любом случае я скажу что это все делается если вы даже мало с этим знакомы есть инструкция есть описание есть много форумов где если не все то самое необходимое разжеванно сказано уже вот поэтому наверное это мы остановимся вот еще раз покажу как все было сделано общий вид так же спасибо всем тем моим друзьям знакомым которым это заинтересовало конструкцию по просьбе которой кстати и было снят это видео всем всего хороших удачи и успешных модификаций думал о нюансах удачи в воду и удачи в воду и он Продолжение следует...